Наш районный центр основан на том месте, где раньше жили нагайцы. В то время у нас были отношения дружеские, экономические отношения, торговые отношения. Вступали и военно-политические союзы с нагайцами. То есть культурные связи развиты были. И поэтому по всей вероятности вот эти культурные, экономические отношения не сказываются и по сей день на истории развития наших народов. Вот тут проходил турец и разговаривал мой отец с ним. Я говорю, кто он? Он турок. И отец разговаривал по-ногайски, мой отец. Чисто разговаривал. Хорошо он разговаривал. Я его спросил тогда, я говорю, кто он поначал? Он говорит, турок. И с ним разговаривал по-своему. Их не понимал. От наших предков мы узнали, что здесь жили нагайцы. Их поселение здесь было, называют это Кет. Кете они жили. Они в основном питались жириной мяса. И из Курской. Тут пахатной земли не было. То, что мы знаем. А чем они занимались? Может быть они что-то изготовляли? Чем вообще? Может ремесло какое-то? Ремесло с глиной делали. Ковшины. В основном этим занимались. Еще есть в двух местах, где известь жгли. Вот, строили вот эти склепы от этой извести. В склепах было надписи. Их никто не знал. На каком языке? На арабском. Да, на арабском языке. И никто не знал, что за записи. Вот один у нас есть парень. Он расшифровал. Расшифровал. Учился в Москве. И когда он приехал, он сказал, что здесь похоронены все нагайцы. Ну, когда вот в селе школу построили, их на быках везли отсюда и в школу построили. Сейчас видно. Старая школа, вот где новая, сзади старая. Вот эти камни видно еще. Вот они их разбирали и построили там школу. Некоторые, некоторые возбушались. Те, которые, значит, нормальные люди, чтобы вот эти не разбирали. Это исторические памятники. Зачем их разбирать? Вот сосед мой, это я еще был в детстве, помню. Он рассказывал нам, старик вот Кабанов, Магомет его звали. И он рассказывал, как вот старик какой-то, вот приезжал к нему нагаяц, рассказывал, как они здесь жили, предки его. Он даже, как говорил, какой-то вот возвышенный скурган, и на нем дичка одна. Зарыл какой-то вот клад, но он сам не смог уже после всего этого сюда приехать. И остался это все. Здесь и никто не знает вещь, что это по его рассказам, если вот всего рассказывать, что слышали мы. Даже мы как-то в детстве пошли втроем, думали этот клад не найти. И как будто вот тогда кости вот эти были человеческие, мы их стали потом, закопали их. Все. Это вот это место, как еще даже вот с могильника выбрасывали кости вот эти. А вот старшие, вот поколения, наши матери, они вот собрали нас здесь, вот и собрали эти кости. Обратно вот в этот могильник и склепы занесли, доставили там. Это вот два пирога, их вспоминали. С тех пор, каждый раз, каждый год их вспоминают. Делают для них вот эти два пирога, что вот их предки, их вспоминают, чтобы их кто-то не забывали. Все равно это на нашей земле здесь. Исполняют вот этот свой долг, как мусульманы, вот наши матери, вот эти старшие, вот эти все. Ногайцы, значит, осетины, очень связаны с культурным отношением. Культурным отношением, потому что и танцы, есть одинаковые, значит, танцы. И одежда, и, значит, старинные обидчи наши, тоже сходные с ногайцами. Мы хотим, чтобы между нами с ногайцами было связано. Очень даже дружно. Дружеско. Чтобы это всегда и младшим осталось, и всем, всем, всем. Вашим и нашим между нами. Для молодежи, если мы оставим такое впечатление, дружба, это будет самое-самое золото, самое лучшее на свете.